Значит, проблема, что Петербург строился как город, по большому счету, как новая мировая столица. Таким был Париж, таким стал Нью-Йорк. И на сегодняшний день, как про него говорил Данил Гранин, что это великий город с областной судьбой, я считаю, что он значительно более великий, чем даже думал Гранин. То есть это не столица Российской империи, это как мировая столица. Поэтому нам надо понять, что мы можем сделать для Петербурга, чтобы он свой статус мировой столицы вернул. И откуда нам брать деньги, то есть некие инвестиции для его архитектурного, духовного и всевозможного развития. Чем мы можем для этого пожертвовать. Я хочу сказать, что у него есть великолепный способ его развивать. За счет того, что Петербург может стать городом всех религий. Это означает следующее, что можно выйти с соответствующим родом предложениям, например, римской католической церкви. Что они строят? Здесь храм таких размеров, которого нет ни в Дакаре, ни которым не является собор Парижской Богоматери. То есть они полностью инвестиции осуществляют, инвестируют только за их счет. Я не думаю, что они окажутся. Я думаю, что они будут только за. Все, что можно... Место можно выбрать самое лучшее, самое великолепное. Вот, например, Адмиларкейские верфи, территория, при въезде в город. Вот там можно построить этот храм. Территория нового намыла. Когда любой человек будет приезжать в город, его будет встречать храм удивительной красоты, удивительных размеров и чего-либо еще. Единственное, кто к этому будет недовольна исключительно, это Русская Православная Церковь. Ну, потому что такого рода киоск, то есть это же торгово-развлекательный центр, связанный с именем апостола Петра и с римской католической церкви, это будет чрезвычайно неприятно. Количество доходов может упасть. Точно так же. Второй этот момент. Кто у нас может быть состоятельным в качестве инвестора, который действительно может в состоянии построить серию выдающихся архитектурных сооружений и потом их содержать еще? Ну, это, разумеется, шейхи залива. Поэтому Суницкая великолепная мечеть, великолепная шиитская мечеть и так далее. И они, я думаю, только хотели, чтобы им это дело разрешили. Нельзя этому противиться. Город должен, Петербург, не надо этого бояться. Он может стать городом великих мечетей. Ну, просто. Ну, там, шиитская, скажем, на одном берегу Финского залива. Суницкая на другом. И так далее, и так далее. У нас с Паревком была дискуссия небольшая по поводу того, что в России должен появиться исламский университет. Ну, мы понимаем, что сейчас все это... Но указания-то есть же. Нет, реальный исламский университет, типа египетского. Ну, типа каирского, да? Да, типа каирского. Такой вот. Конечно, сейчас этого все боятся, потому что все запуганы. Все знают, как по интернату ходит ролик в Америке, где человек, одетый под араба, то есть в белом вот этом своей накидке, ходит и кидает людям сумки. Ну, проходит к нему, например, человек сидит на скале, к ему сумку шара, вот это. И человек пугается, например, прыгает в озеро, начинает плыть, заходит в кофейню, тоже кидает вот эту самую вещь, значит, туда, в кофейню или в кафе. Народ туда весь выбегает. Ну, и так далее, и так далее. Ну, там такой смешной вот ролик, можно было посмотреть. И вот этого, значит, вот этого бояться не следует. По поводу, ну, парень бы говорил, что исламский университет должен появиться в России, в исламском регионе. Ничего подобного, он не должен появиться в исламском регионе. Почему? Потому что в город, построенный в Уфе, вот такой исламский университет, или в Казани, он с неизбежностью превратится в обычное медресе. Ну, просто в семинары. Ну, он не может у нас существовать, потому что, по большому счету, город высокой культуры, которая существует в России, на сегодняшний день есть только один. Это Петербург. Если мы хотим действительно из исламского университета сделать именно университет исламский, то он должен существовать только в Петербурге. Больше он нигде не может существовать. Это опять инвестор. Этот инвестор найдется, безусловно, из исламского университета. Это опять хорошее место. Это опять выдающееся архитектурное сооружение. Яркое, красивое, необычное, чрезвычайно замечательно. Кроме того, у Петербурга есть определенного рода задолженность перед старообрядцами. Но мало кто знает, что Петербург является столицей церкви поморцев. Чем поморцы отличаются от поморов? Поморы – это люди, живущие по южному побережью Белого моря. А поморцы – это стареобращеская церковь, мировая церковь, безусловно. И Старьпетербург является столицей. Я думаю, что очень было бы интересно для них найти какое-то место и этот статус их церкви. – То есть, из Жулигова место, известное тем, что Кондратий Селиванов здесь проживал? – Да, он здесь проживал. Я не знал просто. Ну, в этом некое, конечно, привлечение. Но я не думаю, что церковь Скорцов можно восстановить уже. Я думаю, она мертвее всех мертвых. И финансирования там нет как такового, по большому счету. Есть другое количество всевозможных религий. Вот, например, у зооастеризма в Иране на сегодняшний день практически государственный статус наравне с исламом. У них есть министра, представляются в их Константинском Совете, или, как вам сказать, в Думе или в Парламенте. Парламент, наверное, следует назвать. Вот. Поэтому Храм Солнца, безусловно, найдет своих инвесторов и свое место в Петербурге. Тем более, у нас так мало солнечных дней. Кроме того, значит, есть и другие религии, у которых есть состоятельные покровители. Ну, например, цихизм. То есть, это церковь, которая распространена в северных районах Индии. Точно так же не следует бояться никаких разновидностей этого буддизма. Не следует бояться никаких разновидностей всевозможного индуизма. Я убежден глубоко, что найдутся богатые спонсоры и у различного рода иудаистских религий, а не только у хасидов, у любавического разлива, как вот сейчас у нас происходит. Это мессианское направление и любые другие. Найдутся, собственно, и у суфизма, то есть у исламского направления. То есть, мы видим, что у нас есть великолепная возможность привлечь инвестора для десятков выдающихся сооружений в Санкт-Петербурге. Все, что мы с ними заплатим, это попыткой соблюсти конституционную норму. То есть, что у нас нет некой привилегированной церкви, то есть русской православной церкви, которая в своем привилегированном положении, тем более у вас свои, они новообрядцы, они сергиане, они кто-либо еще. То есть, они к русской православной церкви, того изначально, того собора 1666 года, не имеют практически никакого отношения. Они отступники, по большому счету. Они клятвы преступники. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, новообрядцы, новообрядцы, сергиан. Вот. Единственное, что нам может быть вот этому только против. Но этого не стоит бояться. Не стоит бояться какого-то мифического исламского терроризма, чего-либо еще. Этого не стоит бояться. Не следует... У нас, по большому счету, для евреев Ашкенази, Санкт-Петербург является выдающимся культурным центром. Особенно после упразднения линии оседлости. Этого тоже не стоит бояться. Язык Ашкенази, он должен быть восстановлен в Петербурге. Если у них есть богатый спортсмен, готовый построить выдающееся архитектурное сооружение в качестве всевозможного влаза синагога, это надо только приветствовать. И мы представляем себе, что у нас в город будут влиты в какой-то определенный момент, если появится новый вменяемый губернатор, его не будут давить на федеральном уровне, десятки миллиардов евро денег, которые будут потрачены на строительство, на оплату выдающихся мастеров и так далее, и так далее. На создание новых университетов. Ну, в первую очередь, католического университета. И, скажем, исламского университета. И каких-либо других университетов. Это десятки миллиардов вещей, которые позволят вернуть к Санкт-Петербургу его статус вселенской столицы, а не только столицы бывшей империи, а ныне даже не столицы Ленинградской области.